Ученого в Святой Библии братьев сегодня нет, ни Игоря первого, ни второго. Так что общими усилиями и с Божьей помощью. Гнать Тихонович, надеемся, здесь видеть. Значит, сестры подсказывают, что в прошлый раз с Божьей помощью мы закончили 24 стих послания апостола Павла к Римлянам, 11 глава. Ну вот, еще сестры поправляют. 28-29 закончили или остановились на нем? Остановились на нем. 28-29 остановились. Так, ну, стало быть, предыдущий стих мы, как уже повелось, мы читаем, чтобы восстановить связь событий. А я думаю, что даже и 25-26 нужно прочитать. Итак, к Римлянам послание апостола Павла, 11 глава, 25-26 стиха, 27. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано. Придет от всего на избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Вот, ну, вспомнили, да, как мы рассуждали, Надежда Ивановна говорила о нечестии. Вообще, вот, я уже так потом еще рассуждал об этом слове нечестие. Нечестие, оно имеет неоднозначное значение в русском языке. Нечестие, оно как действие, может быть, со стороны человека. Он нечестиво поступает, и в этом проявляется его нечестие. А еще нечестие, как вот Надежда Ивановна в прошлый раз нам подчеркнула, что нечестие, это когда люди, уже видя твои поступки, твои действия и твои мысли, они тебя считают нечестивцем. И вот это вот нечестие, то есть бесчестие, они считают, ну, как бы вот это отношение их, как к бесчестному, то есть не имеющему чести. Вот второе значение этого слова нечестие. И она как раз о втором значении говорила, что Господь это нечестие их отведет от Израиля, нечестие. А не то, что Господь забыл их нечестие. Господь говорит, когда я однажды, в очередной раз перед батюшкой говорил, батюшка, гнетут меня грехи мои, которые совершенно были прежде, которых я уже покаялся. Он говорит, а Господь что говорит? И пока ты помнишь о своих грехах, я о них забываю. Но когда ты про них забываешь, я про них вспоминаю. Так что эти грехи, они останутся на израильском народе, который был совершен. Это самый тихчайший грех. И они до сих пор остаются в рассеянии, как Господь сказал, за этот грех. Это нечестие их. Но и этот грех будет отведен от них. И написано, что весь Израиль спасется, но спасется в остатке. Это не значит, что все израильтяне, которые были рождены от Авраама и до наших времен, они все спасены будут. Нет. Те, которые не покаялись, которые Господь уже им определил место, то они будут в тех местах. Так же, как и из нас, из изридычников. Если не покаялся, крышка грубо закрылась, все время для покаяния кончилось. Следующие стихи. 28-29 стихи. В отношении к благовестию они враги ради вас. А в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвания Божии не приложены. Усваивается или еще раз прочитать? Еще раз. Еще раз. Читаем. В отношении к благовестию они враги ради вас. А в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Да. Отцам обещал. Ибо дары и призвания Божии не приложены. Еще раз подчеркиваю. Не приложены. Что не приложены. То, что Господь однажды сказал Адаму и Еве. В тот день, в который вкусите смерть и умрете, слово его не приложено. Как только вкусили того запретного плода, так что? Смертный. И мы еще не рождаемся. В клеточке каждого нашего зарождающегося тела смерть кричит. Кричит. Грех наш. Он от Адама и Евы. На нас остается. И смерть эта за нами по пятам ходит. Каждый день. Несмотря на то, что мы вроде как развиваемся, цветем, отцветаем. И все равно во все периоды нашей земной жизни смерть при нас всегда. Потому что Господь однажды сказал, слово его не приложено. Так и здесь. Если Господь сказал, что это богоизбранный народ, что на нем благодать Божия, то это слово остается непреложным. Он и говорит, что? Потому что в отношении благовестия они враги ради вас. А враги, поскольку они враждуют, поэтому Господь и избрал уже тогда язычников. Потому что они его не признали за Спасителя, за свою Мессию. Отреклись от Него, распяли Его. И вот это послужило как бы поводом для того, чтобы избрать язычников. И тогда уже пошел апостол Павел к язычникам. И призвал все народы, через апостола Павла были призваны все народы ко спасению. Ну а Господь на кресте, конечно, даровал заранее всем авансом эту возможность спасения. Это не значит, что все будут спасены. Но Господь даровал эту возможность. И вот это... Они же враги, они враждовали. Они враждовали против Христа и враждуют против сейчас христиан, которые несут благовестие. Сколько мы уже испытывали на себе эту вражду, когда ходили, благовествовали. Слово Божие, евангельское слово несли. Разве нас принимали везде с распростерками? Конечно, нет. И вот эта вражда, она ради вас, говорит Господь через апостола Павла. То есть, ради нашего спасения. Как бы вот такое противоречие. Но вообще, вот мы изучали многие из сидящих здесь марсистско-яринскую философию. В ней говорилось о том, что закон единства борьбы и противоположности. Он всегда... Но он дан изначально Богом. Единство и борьба противоположности. Казалось бы, противоречия. На самом деле, этого противоречия нет. Потому что Господь так делает. И мы должны это принять как непреложность, как данность, как закон. И следовать этому закону. И поскольку говорит Господь, что они враги ради вас. То есть, благодаря этой вражде, мы имеем тут возможность спасения. Так что мы еще должны быть благодарны и за это. Не только за то, что они есть разночальники спасительного рода человеческого, избранного, богоизбранного народа. Что Иисус Христос от Креста Дева Марии, через нее, через израильский народ. То есть, это от Израиля мы получили. Мы привитая маслина только к этому древу. За это должны быть благодарны. И за то, что они враждовали против Христа, тоже должны быть благодарны. И сожалеть о том, что они не имеют... То есть, те, которые ушли без покаяния, не имели этой возможности принять Христа и быть спасенными. Божий план. Да это Божий план, конечно. И дары эти, и призвания Божьи, они не приложены. Ну а что? Это мое, так сказать, рассуждение. Если я в чем-то неправильно мыслил, вы меня поправляйте, задавайте вопросы. Теперь, что говорит Феофилак Болгарский здесь в толковании, как написано. Поскольку, говорит, вы покорились Евангелие и приняты Богом, то они стали упорнее и более отшатнулись и сделали с врагами. Но так как предки их изначально избраны Богом, то Бог не попустит им погибнуть совершенно. Ибо они возлюбленные, но примет их, если веруют. Коротко, но ясно. Более пространно даже, я, по-моему, говорю, о чем коротко и ясно сказал Феофилак Болгарский. Есть вопросы? Дальше. 31, 30, 31 стихи. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ну, это повторение той же мысли, которая была в предыдущих двух стихах, только с другого ракурса, но та же мысль. Не будем много говорить, прочитаем Феофилак Болгарского. Вы, говорит, называвшиеся прежде язычниками, не захотели послушаться, поэтому избраны были и получили закон иудеи. Опять, когда призваны были иудеи, и не послушались Христа, избраны и помилованы вы. Но помилование нас будет и их помилованием. Они будут церевноваться вам и уверуют, и таким образом удостоятся вашего помилования. То есть мы должны помиловать, а не говорить, бей же дом, спасай Россию. Лозунг это совершенно ложный и ведущий неправильно, не в цель. Амортира, как переводится с греческого языка, слово грех. Грех в переводе с греческого называется амортира. Мортира это оружие воинское, с помощью которого стреляют, стрелу пускают, да? И стало быть, а это частица отрицания, а мортира. То есть мимо цели. Грех это то, что ведет нас мимо цели. Мимо цели. А цель какая у нас? Цель одна. Спасение. Царствие небесное. И если мы не будем миловать, если мы не будем относиться, понимать, что это Божий план, что сейчас всякие там Ходорковский и Березовский и все прочие нас угнетают, так это мы еще и должны быть благодарны им за это. Мортиру это оружие. Да, мы не верим. Ну, прежде кошки была другая мортира. Была другая оружие, мортира. Это и стрела тоже пускалась из этого оружия. Дальше? Да. 32 стих. В сауне Давид говорит с милостивым, милостивым, а с лукавым по лукавству. Как тогда это? Ты поступаешь. Милостивым, милостивым. Давид говорит с милостивым, милостивым, а с лукавым по лукавству. Ну, давайте. Вопрос задан. Сестра задает вопрос. Это не вопрос. Я просто так вспомнила и говорила. Ну, а как? Ну, это прозвучало как... Обслуждаем. Обслуждаем. Да, ну, вы можете на обсуждение. Мы говорим, что мы должны, как бы, ну, как нас призывает, что мы таким образом все будут помил... Нет, вот. Мы должны сожалеть о них, что они-то делают это, не ведая. Нам это ко спасению даже. Поэтому мы должны их помиловать. А вот Нина говорит, а как говорит, когда... Повтори вопрос Нина. Но Давид говорит, поступайте с милостивым, милостью, а с лукавым по лукавству их. Как Бог поступает. Так это кто говорит? Давид или Бог? Нет. Вы к себе применяете. Это как-то мы беседовали, а улегкинный муж говорит. Я говорю, да ты же Господом Богом стал? Это написано, Господь Бог так поступает. Бог поступает. Потому что он знает милостиво, знает нечестиво. А мы-то знаем только приближенно. И очень часто ошибаемся. Как у Веры Кучнир, кажется, есть такое стихотворение. Вот плетется по дороге нищий, ты его, говорит, о нем от жалости рыдаешь. Он же прячет нож за голенищем. Осуждаешь, говорит, что весло суровое у брата. А не знаешь, что душа мягка, как вата. Ведь надо время и путь солен, хотя бы один есть. Рассуждать надо очень осторожно. Мне вот понравилось рассуждение нижегородских батюшек. Обо мне там дискуссию развернули. Ну, что там, тоталитарная секта, троще. Он говорит, подождите. Он библию начитал? Вы читали? Да, читали. Это в какую пользу, говорит? Его или нет? Не для себя же он читал. Златоуса. Нигде больше нету кого-то. Так. Теперь. Он такой волк в овещей шкуре уводит людей. Конкретно должны быть данные. Вот у меня ни одного человека нет. А какой он тогда веры? Ну, веру как определить? Если человек трудится, миссионерствует, куда он людей приводит? Ну, не поведу я к эгоистам сейчас людей. Если я православный, у меня сколько людей пришло, все до одного в православной вере. Баптисты, бывшие адвентисты, там другой веры, которые... Вот определяют. Поэтому, говорит, о нем информации у нас недостаточно. Но так, что есть, говорит положительно о нем. Поэтому лучше не согрешить. И все прихотели разговаривать. Вот и все. Вот так и здесь. Надо посмотреть. Помелоет как? Ну, так написано, с этим согласитесь. Вот это взаимное недоверие, враждане. Так они как с нами? Они считают бои. Это не от человеческого семени, не от скотского завелись. Но сатана что не брешет? Тебе-то какая разница? Ты же знаешь, что ты избранник Божий. Ну, и что тут волнуешься-то? То есть, слова-то эти, Давид говорит не о том, что он так поступает, а что это Господь говорит так, что Господь делает так. Он с милостью, ты поступаешь с милостью. Ты, Боже, по лукавству, ты поступаешь. Но Бог не сказал теперь так поступать. И лукавый человек, постарайся его выправить. Лукавый, то есть, как лук изогнутый от лукавого. Окажи ему добро, любовь. Я вот, видите, у меня были люди, которые прям совершенно не переносили меня. Даже вчера только было. Я ответил, дал материалы. Она вечера меня такими феноменальными уже эпитетами украшает. И мы с сыном смотрели, там мы радовались. Вы счастливые, а мы тут ищем. Совершенная обстановка. Смотрю утренние записи, я все копирую себе. И к вечеру это два разных человека. Ну, ты попытайся найти. А утром один зашел, и матерками прямо. Все, ты его мгновенно в черный список, и все. Его путь он избрал. Его же оттуда не вытащить. Ну и потом. Мы же знаем, что Ветхий Завет это Ветхий Завет, а Новый Завет новый Завет. Мы сейчас живем в Новом Завете. А раньше в Ветхом Завете мы что читали? Око за око, зуб за зуб. Там это было так написано. А Господь-то Иисус Христос сказал, что, а я говорю вам, любите врагов ваших. Ну и конечно, конечно они враги, да, потому что они поступают нечистиво, потому что они плохо делают, они грабят, убивают. Но я вспоминаю тот эпизод, который я уже не раз приводил. Это старушка, которую убивал, у Льва Толстого описано в фальшивом купоне. Убийца, который убил на ее глазах дочь и зятя, и замахнул топором, чтобы убить ее, и убил он ее. Но когда он замахивался, он увидел ее глаза и ее вопль. Что же ты делаешь со своей душою? Губишь. Она любила его. Вот она не думала о своей душе, а о его душе думала. И этот возглас ее привел его к покаянию. Вот ищет его брат, они с женой много сидели, это, ну, румына. И вот пришлось так, что она одного человека угощает за столом, говорит, и с ним все так. А он не знает, ну, довольный, какие я вас, я уважаю, он говорит, а вы меня не помните, нет? Да как же не помните? Я же в вашем лагере сидел, вы охранником были. Вы меня утопили, бросили, а меня вынесли, там меня люди подобрали. А мои сестры, помните такое? Это моя сестра, то вы ее расстреляли сами. И он за столом сидит, она ему высказывает, как же вы меня не узнали? Это вы должны были узнать, двух моих детей вы тоже уничтожили, в печь отдали. И она сидит, его и угощает. И что с ним дальше было? И я с этим человеком переписывался. Вот. А как можно по-другому? Ну как? Пришли, Анфима Никемедийского братья, уже знает, ищет его. Он вышел навстречу, знает, что они идут. Вы кого ищете? Анфима, ты не знаешь, я очень хорошо его знаю. Я вам его укажу. Ну ладно, сначала угощить. Угостил их, все, а потом и говорит, так это я и есть. Такого братья они не хотят. Мы скажем, что ни на шине это обманывать нельзя. Вы меня ведите. А дорогой оба стражника покрестились от него. Мы не знаем результаты наших усилий. Но божественное обязательно где-то откликнется, даже пусть не в этом веке. Надо настолько серьезно какому отец. Это вчера вы читали Иоанна Златоуста. Ну мы удивляемся. Представь, человек, какой богатый. У него яхты, футбольные поля. Ну ты прикинь, сто лет. Сто лет накинь еще. И ты увидишь, что там сотлело все. Даже черепа нет. Там одно зловоние. Он прах в прах превратился. А то, что кого он ограбил, это же ему недаром. Это ограбленные, невыплаченные пенсии. Вот это было. Это цены. Они все разыграли, говорит Березовский. Это все делалось не нами в Америке. И там нас подобрали и перечислили. И поэтому в один день мы стали обладателем всего Советского Союза. Всей России. Это все там играли. А я этого не знал. Я заранее сказал. Гроссмейстеры там играют. Этих назначили. И они все свое дело делают. Вот и все. И что теперь? Ничего. Благодари Бога, что тебе это дано понять. И упаси Бог, тебя где-то злится. Это ничего не даст. Он умрет. Но расстреливал кто-то царя. Кто-то клеветал на Гришу Распутина. Все там уже, там. А теперь там-то участь разная. Ленин одумает, как их выкинуть из мавзолея. Уже депутаты там постоянно голосуют, ищут. Ну а таких, как Ильина Деникина, оттуда старается из-за рубежа привезти и прах похоронить здесь. А его прах никто не берет во всем мире. Он никому не нужен. Это прах, а слава. Надо смотреть с позиции Вечности. Тогда все по-другому выглядело. Я хочу сказать, братья и сестры, я недавно вышла в интернет. Но как бы получилось, я считаю, что это по воле Божией. У меня не стояла задача там работать в интернете, кого-то там обращать или еще что-то. Но получилось так. И вот получилось, я выставила там, во-первых, я фотографию свою поставила, вот платке я. И выставила статус. Я православная христианка, уверовала в Бога в 2004 году. В 2005 году после изучения Библии на занятиях в Государственном университете, значит, приняла Иисуса Христа как своего спасителя. Приняла крещение с единым, с трехкратным погружением в воду в православной деревне Потеряевка, Мамонтовского района Алтайского края. Верую в Иисуса Христа как своего спасителя. Верую во единую святую троицу. Верую в Церковь Христову, истинную, апостольскую, православную. И разгорелись дебаты. И самое главное, за что дебаты? Почему в таких платках? Почему при поясах? Почему вот братья стоят вот такие вот руки, они вот у вас горды? Но самое главное по статусу. Вот в последнее время статус. И там я поняла, что священник один, потому что у нас нет в православии таких. Это секта. И вот он приводит там материалы какие-то, каноны приводит. Это секта. Не могут они ходить в таких платках. Не могут. Я заходил к ним на сайт. Это все лжецы. Вот так вот он говорит. Хотя, значит, и дело в том, что разгорелась полемика. И разных конфессий люди выступают. Разных конфессий. И говорят, ну так, если они секта, а почему они идут на благовестие? А почему они Библию распространяют? Почему они ее начитывают? Ну, то, что Игнатий Тихонович говорил. Ну, если это секта, но они же крестятся. У них священник. У них, а он, нет, я был на сайте. У них епископ. У них свой священник. То есть, и получилось, что вот люди-то совсем других конфессий, они ему доводы доводят. Что, а у вас-то что? Ну, ладно, вы православная церковь. А у вас-то что? Вы-то что делаете? Вот. И поэтому вот именно вот к этому стиху-то получается, что вот вроде бы, ну, если они даже в чем-то где-то не недопонимали, вот сектанты, то здесь вот именно на сайте, на форуме, они приходят к истине. Они приходят к истине. Там одна выступила, едино крещение, значит, это один раз, а они почему три раза-то погружаются? То есть, вот понимаете, то есть люди не понимают. И вот наш сайт, слава Богу, вот Господь позволил создать этот сайт, на котором отвечены абсолютно все вопросы. И почему в троекратное погружение? Потому что во имя Отца и Сына и Святого Духа, почему именно в воду, а не ладошкой по лбу? Почему мы вот, даже платок, мы перед Богом, мы благоговеренно к Нему относимся. Мы от апостольских времен, по благочестивым правилам, мы на основе этого всего. И вот, понимаете, и вот слава Богу-то, вот, я сейчас думаю, да как это, как хорошо Господь-то нас всех это столкнул. А самое-то главное потом приходит, что, а надо к единому приходить, что церковь-то одна, единая у всех. Что у сектантов, что там пятидесятники, что баптисты, все. И тут же говорят, а у баптистов то хорошо, а у этих то хорошо. Ну так и возьмите самое лучшее и привнесите в православную церковь, где все святое и все идет от апостольских времен. А почему священник вот против платка и прочего? Почему? У нас нет такого, у нас не может быть. Понятно как? Вывод какой? Это какой же у него уровень? Да. Скажи, батюшка, есть еще история русского народа. Посмотри на картины Репина, Суриков, Поленова. Ну любого, посмотри, это одежда русского человека, форма его. Сегодня славянок рисует, журнал «Славянка». Посмотри, какие платки надевает. Посмотри на иконы на Божью Матерь, на святых. Он ничего не знает. Он православие не нюхал, ему мощи. Ему мощи, мощами завалили, прах там, Матронушки, Ксении. Он Бога не знает. И поэтому ты на него смотри, как на человека, который не приблизился, даже на шаг. Каким он был, таким остался. Но у него это доходная должность, освещают авто, машины, проценты свои, дивиденды снимают и прочее. Я говорю, батюшка, всем освященникам, если у вас отнять вот сейчас храма, ну с нуля начинать, как вот сектанты из Америки приехали, и вас вот, ну, закинуть сейчас в какой-то город на юге, на севере, ничего у тебя нету, ну, паспорт все есть. Все, начинай работать. Он среди площади, не одежда, нормальный, цивильный паспорт, одежда, все у него. Он ничего не будет, как пугало на огороде будут стоять, потому что приращение идет через проповедь. Вера от слышания, от слышания не от басней, а от слышания от Слова Божия. И как проповедовать не будут и посланы. То есть ты кого послал за эти годы проповедовать? Ты кого? Ты только мешал. Ты тормоз пятилетки, сверххрочный лоб. Он не знает ничего, ни канонов, ничего. Спроси, православная церковь имеет правила 7 вселенских, 9 поместных соборов и правил святых отцов, там 14, Василий Великий, Григорий Богослов. Скажи, почему эти правила 70 лет не издавала православная московская патриархия? Почему? Священники вообще правила не знают. Как можно выпустить человека в полет, в море, если не знать правила-то? Это движение вперед. Ни одного правила. Почему? Поэтому они стали крестить, покатали. Не крестить, а мочить, портить. Крещение это рождение. А у тебя рождение, ты удушил их там. На простой вопрос скажут, церкви сейчас венчают, и венки делаешь над головами. Сзади второе идет, женщина или девушка над женским полом и над мужским. Какое венчание-то тоже нет. На литургии златоуз говорит, мое тело, вот это, лучше собакам отдам, чем недостойно причащается тело Христово. Из посторонних никто не смел причащаться. Это приходить в храм, приходить к детям Божьим. Деяние 5.13. Он ничего не может выполнить. Оглашенный из-за детей, ты говоришь, да. А выходит, а кто оглашенный? Да ты оглашенный. Ты обязан уйти из храма. Вот вы и есть люди, которые не знают, и Господь называет вас псы, собаки, любящие спать, бредящие лежа. Я говорю, у меня сестра работала в епархии, там, булгартером. Секретарь епархии, был пивоваров отец Александр. И он говорит, у нас собрание тут будет священников, приготовь по симфонии все, что о священниках говорится. Она приходит, сколько она все нормально поработала, говорит, приходит Божечка, а хорошего ничего там нет? Он говорит, вот так и скажем. Почему вся Библия наполнена самыми грозными словами? Представь, я иду по улице, со мной идет отец Иоанн Суворов. И говорит, у меня вот вопрос. Вот израненный валялся. И почему Господь показал в притче совершенно безразличный именно священник? Не сказал, что римский войн прошел мимо, или прошел пастух, кочегар. Почему? Я говорю, это самое нелюбимое ни народом, ни кем. Они никого не любят. Он видит израненный. Лежит еврей. Его видно, евреи? Тот нашелся самарянин и шел куда из Иерусалима. Иерусалим это не язычники. Почему он не подошел? Почему он не позвонил в скорую помощь? Ему ничего не надо. Они тогда такие были. Батюшка, и ты такой же будешь, если ты не такой. Ладно, ты знаешь что-то. Ты маленько в притче-то посмотри. Уходящий от отца из Иерусалима попадает разбойникам. А разбойники это бесы, демоны, сектанты, еретики, которые уводят от церкви. Он израненный человек весь. Вчера одна зашла и говорит, ну я с детства как в Бога-то верила-то. Но у меня были вопросы. Вот откровения читаю, не понимаю. Подошла к священнику, она говорит, откровения никто не понимает. Как не понимает? Когда Андрея Кисарика-Подокийского, папа Иерапольский, Кирилл Иерусалимский, Ефрем Сирин, там много толковали, который. Он не знает ничего. И он ей ответил, нет ничего. А теперь муж в Варшаве на телевидении работает. Она приехала к нему и вдруг слышит радиопередачи, адрес обратный. И толкует откровения, кто ответит со седьмого дня. Это мне так было по сердцу. А я там, видно, католичка была, ходила, мне, говорит, не нравилось ничего. Она определяет, что им то нравилось, а то не нравилось. Так ты обоснования дай. Женщина, молящаяся с непокрытой головой, жена. Постыжает голову. А когда она молится? В храме или в дороге? Везде. И потом везде она должна быть в платке. Я печник, кладу печи в казахской семье, в Барнауле. И старые казашки мне говорят, а у нас, вот одеваются люди так, говорят, если замуж она вышла, то солнце никогда не должно видеть волоса. Она по-своему. Она так научена, но у ней больше смысла, чем у этих, которых поп. Почему Дмитрий Смирнов говорит, вот этот мусульманин ко Христу ближе, чем крещеные православные шапера, которые дерутся о своих все. Я говорю, что ж ты не досказал-то дальше? Да ты такими их сделал, поп. Танки освещал, самолеты освещал. Натравнивали наших на весь мир везде. Гибли люди. Тобой освещен, на тебе кровь и море. А пример-то показать мы и не можем. Нам нужно плакать научиться, молиться. У всех просить прощения. В первую очередь у Господа Бога, по-настоящему. У родных, близких, у евреев, у мусульман, у всех. Мы перед всеми виновны, но не мы наши родители, отцы. А вот Ермолов знал, как поступать. Что он знал, Ермолов? Он знал, как завоевать. Сейчас пишут, вот Ермолов делал правильно, а ой, умный был офицер, этот генерал. А что он сделал? Ну, своровали одного они там эти, чечены. Своровали майора. Но они в щенах-то не разбираются и поняли, что это царский сыновник. И запросили 10 подвод серебра. Подвод серебра. Он как приехал туда и говорит, ничего им не давать. Так они казнят. Не казнят. Он тогда поехал, вот территория какая была, они когда везли через Карачаево, Черкесию, везли там Дагестан, где. Он приказал всех князей арестовать. Вы видели, что везли? Арестованы видели? А они уже под властью его были, русского царя. Всех арестовать и посадить. Пока не выплатить этот долг. А те-то теперь поняли, что дело-то будут иметь не Сермоновым, а всем, где он ездит. Его нигде не пропустите теперь тех, чеченцев-то. Он сделал их врагами всем. Они давали цену сбавлять. Он говорит, ну и в конце концов тысячу только всего. Он говорит, ни копейки не дам, заплатите? Выйдет. Нет, вы будете сидеть у меня в подвале, все сгниете. Они тут же заплатили, выкупили и тому показали. Попробуй еще тронь. Все. Да, он был мудр. Но кто их натравил? Зачем туда лез? Это другое государство, другая религия. Их надо было обращать не мечом, а любовью, верою. Ну ты просто, Хаджи Мурат, прочитай Льва Толстого-то. Это сегодня считать нельзя без содрогания сердца. Как наступали, как уничтожали, рубили, жгли. Эти говорят, Аллах, почему ты не отомстишь им? То другое-то. Они сами себе уже отомстили, что они звери. Они не знают, как жить по-человечески. Мы должны взглянуть на самих себя, а не на кого-то. Вот это будет. А то ненавидьте врагов, каких отечества. Любите врагов, каких? А сразу же Филарет нашелся, уже разделил враги свои, враги Божьи, враги отечества. Своих надо простить, любить. Божьих простить, а врагов отечества уничтожить. И вот Афиларетовщина сегодня везде внедряется в сознание русских воинов. Это враги отечества. То есть отечество выше Бога, выше кровной моей обиды, а у меня нет обиды ни на кого. Я был среди мусульман, даже жил несколько, был среди евреев. И скажу, что когда я людям говорю, какие они, мне говорят, какие это особые. Я говорю, органы КГБ, они садили, сажали верующих. Меня тоже сажали, я говорю, не сторонние. Ну почему они со мной так обращались-то, как с вами? Ну показываю фильм, рожденный свыше, я смотрю. Они их били там головой об стенку, у меня никаких. Пожалуйста, навелищие то-другое. Я им нигде не уступил ни в чем. Библию они мне представили, Евангелие принесли. Я сижу срок, я ни в чем нигде не уступил. Они мне ничего не требовали. Я отбываю срок, но со мной обращались, я не знаю как, как будто бы я когда вернулся, мне встретился полковник, и говорит, я уже не был на работе, на пенсии. Я сказал, кого вы сажаете-то? Ну и согласитесь, Игнатий Тихонович, у вас до уроков хватает, но и у нас тоже хватает. Понятно? С ними обращались по-другому. А я вот решил так, а почему ты не покорился, а почему я должен покоряться? Это мне баптист говорит. Здорово живешь. Так меня-то Бог послал, чтобы меня научить смиряться. Я понял, я прохожу школу. Я не просто, ах, проклятые коммунисты, КГБ-щики, а я приехал каждый год, поздравляя с Рождеством, с Пасхой, разговариваю, приезжают у меня книги, покупают. Один новенький какой-то позвонил, майорка Адаров или как-то, а я хотел спросить, а кто к вам приезжали? Я говорю, а кто звонит? Ну вот, ну я знаю. Говорите, какое у вас звание? Ну майор, ну вам немного знаете, знаете, со мной почему так разговариваете? Чтоб последний раз звонили, больше я звонков не слышал. Вам надо, вы смотрите. Извините, все, больше нету. И по сегодняшний день нигде нету. Я не стал ни ругаться, ничего. Зачем? Все-таки многое зависит от нас. Ну придет время, может быть, они меня не довезут, убьют в машине. Но по сегодняшний день я могу только благодарить Богу. Они какую-то пометку сделали. И когда всех молотили, убивали, меня отводили в сторону. И весь сказ. Ну может быть, за меня так много молились, и мне Бог особый статус там дал. С кем я разговаривал? Глеб Якунин, Зоя Крахмальникова, то есть Александр Огородников. То есть такие люди, которых многие знают, ни с кем так не обращались. Ни с кем. Я говорю, ну вы проповедовали, как проповедовать? Ну у меня камеру нашу открывает, с 8 до 10, с двух этажей охранники стояли и слушали открытая камера. А в этой человек там 60-80 заключенных. И что? Да ничего. Днем приходит офицер, снимает одежу, среди заключенных вешает, садится, сидим, беседуем, у меня в камере беседуем. Да этого быть не может. Вот. Я что тебе? То есть настолько невероятно, что он сидел не один раз и говорит, такого быть не может. И они говорят, быть не может. А здесь может быть. Следователь у меня принял потом крещение с полным погружением. Начальник тюрьмы все время перезванивали. Жена говорит, умер по-христиански. Слава Богу. Понимаете? Это не от меня зависит. Но нам надо пересмотреть самих себя. Правильно ли мы себя ведем? Они вот сектанты, по-друге. Нам больше всего помогают баптисты. Генеоновы братья. Где бы мы что имели? Да, мы покупаем. Но какая-то цена-то, можно сказать, эффективная. Да, я им взамен дал книги. Нынче сколько привезли Библии. Сколько новых заветов мы достали. Какое-то там, даже название секты, не знаю, были. И сколько они нам помогли. Завел на склады, бери сколько хочешь. Ну, был бы у меня самосвал там, 20-тонный какой-то, я бы набрал у него такие большие склады. Он все отдал. И это всего лишь за полторы минуты, как мы с ним встретились, он полностью переменился. Это Бог так делает. И поэтому просто обвинять кого-то, ну, надо сначала на себя посмотреть. Я считаю, что баптисты лучше нас, адвентисты лучше нас, я их знаю всех. Я всем это говорю. Ну, возьмет, выходит 100 баптистов и 100 православных. Пусть объяснят по спасению те и другие. Ты увидишь небо и земля. Да, у них бывает и выпивает, но это редкость. Я в Молдавии проповедовал, а ко мне, ну, я новенький, там, чержавцы, подходит один из баптистов и говорит, вы поговорите о вине. У нас братья иногда выходят, за кафедру держатся, чтобы не упасть. Тоже бывает разное. Ну, это частные, но у нас-то подряд они не знают, а почему это не грех. Христос превратил Канну. Ну, одна Канна только. Началась Канна и закончилась Канной. Нашли кинофестиваль. Все, не надо чудеса другие делать. Вино превратить в воду. Так. Маленькое слово скажу. Любовь Николаевна, я с ней говорил сегодня. Можно о утреннем разговоре напомнить здесь? О брусовке, ладно? Значит, у нее умер муж. Он неверующий. И она ездила, там жила, родственники, имения там делить. Но она жена. Ты не была разведена с ним? Была. Была? Я не наследующая. Юля, это его родная дочь. Ну, и теперь она там землю оформила, все. И ты домик продавать думаешь? Нет, нет. Это другой разговор. То, что наши квартиры и гараж, кто будет Юли и браты. Ну, короче, говорят так. А то совсем другое. Они там где-то говорили, говорили от помощи кому. Я сказал, несите за Гуляевых в этот, в реестр. Очень нуждаются. Во-первых, с ребятишками. Муж не пьет. И в эту кабалу залезли и потекают. Так что помолись об этом, будешь молиться. Если там что-то будет, как с нашей квартирой. Ты глядишь, что-то и Бог даст вам. Ты не понял? Я утром сегодня об этом говорил, да. Значит, вы не допоняли. Там живет бабушка верующая, Маркетанова Валентина Дмитриевна. Ну, ну, ну. Вот это ее, все, что она имеет, она хочет завещать верующим. Я понял про Валентина Дмитриевна. Я там с паспортом, я там со всем пойдем. Я не знаю, когда, как. У меня на неверующего. А ты возьми и дам мне, и я нужно напомню. Они будут молиться. Я более подходящей кандидатуре не знаю. Вот они залезли в раз, а те проценты с ней грибут. Я правильно говорю? Ну, вот. Ну, и помощь вам не помешает. У меня больше ничего нет, я ничего не могу завещать. Я все завещала и отдала. Так что прямо об этом деле ее звать Валя, Валентина. Валентина Дмитриевна. Она глубоко верующая монашеская, монашка она, можно сказать, в миру. Она принадлежала к ИПХ, подпольщикам. А через меня они все пришли в церковь. И тогда это так, 32 человека сразу пришли, помнишь? Сколько? Да к КГБ ко мне на работу приехали. Приехал майор, тогда был Биденко, Александр Семенович. Он встал в охране Путина, этого, Ельцина, генерал-майором. И они хотели меня в тайгу забросить, чтобы среди таких людей потрудиться. Но я отказался. Я говорю, у меня дорога чикнет, и меня нет. Его, скажите, упал. Может, лишнее сказал. Правильно сказали. Мы бы сейчас не сидели здесь. Ну, я не поехал. Он говорит, ну, чего уж мы так это. Им понравилось, что люди вышли из-под поля. Все школьники, дети пошли в школу, родители получили паспорта, вышли на работу. Они ничего не имели. Паспорта пожгли, они так научены. Вот мы одной были, Батай, ты, может, знала ее, улица Кирова, 12, Тольменко. Работали на шахте женщины. У них пенсия огромная. Они все отказались, все сожгли, и все. Свой огород держали, лук продавали. Ну, Мария Толстого с Иваном. Этим людям надо дать Евангелие. Познакомиться со Христом. Еще раз вернемся к стиху 30-31. «Как и вы некогда были непослушны Богу, ныне помилованы». То есть речь идет о том, что язычников-то тоже все-таки... Они же знали о существовании израильского народа, знали их вероучение, но не были послушны Богу, они не приходили к Нему. Вот я вставлю в это дело. Я хотел сегодня сказать, но уже время затягивается, о еврейском народе. Ну, люди говорят, ну, в чем мы живем? Ну, открытие все сделали, Америка открыта, чудеса уже Бог сотворил. Я говорю, ты одно чудо признай еврейский народ. Ну, ладно, 2896 наций. Ну, на речи. Это считается так, я их не считал. Ну, будем условно считать, 2896 это, может быть, новые народности находятся там, маленькие. Где такой народ, который так был рассеян, был по всему миру? И пришел к власти, ко всему миру, и все богатства мира захватили. Ну, выдели, отойди на такой народ-то. А он богоизбранный. Ну, богоизбранность заключалась в том, что через них родится Христос. Все. А не то, что им позволено грешить, убивать, грабить людей, в каждой стране смуты, революции наводить. Это они пошли таким путем. Но это богоизбранищество от них никто не отнимал. Бог верен в своем слове. Ты должен признать, что этот народ уникальный. Ты что-то не признаешь, что и то, что я тебе сказал, то они во всем мире, и их гонят, уничтожить их никто не может. Даже Гитлер со Сталиным не могли уничтожить. И эти люди исчезли. А они набрали какую силу, может, после войны. Во всем мире люди стараются обратить свою веру. И только Израиль, наоборот, отталкивает от себя, чтобы никто не проник в их среду. В десятом колене запачканный был женат на язычнице. Так может, тот следующий на еврейке, на еврейке, и там уже кровь разбавится, тогда можно его к еврейскому народу причислить. Этот народ. И не имея в своем распоряжении ничего, они два миллиарда с лишним мусульман, ничего не могут сделать. Их спихнуть, вот как вот это записывающее устройство на пол столкнуть. Ничего. Ну там, посмотри на карте-то. На карте даже Израиль писать негде. Сыр про стоит, там 14, а тебя внизу, говорит, Израиль. Даже написать негде. Евреи, вы ни одного не встретите тракториста. Ты можешь найти казаха, кого угодно работают, которые нигде не работают, ни на шахтах их нигде нету. Я вот был нынче в Биробиджане, ну и спросил, сколько там, ну сколько. А евреев сколько? Ну сейчас, говорит, 15% примерно. Я говорю, а в сельской местности сколько, говорит, ни одного? Биробиджане. Автомобная и еврейская область. Это уникально, уникально. Дальше. Они фактически дали миру три мировые религии. Иудаизм. Это их христианство, ну, ветхий завет, ну, слово Авраам откуда? Еврейские все-то. Ну, ты христианин, ты не можешь этого отрицать. И ислам-то весь оттуда вышел, только он на слух брал-то. Как бы Магомету было дано Евангелие, Библию, это был бы один из самых великих пророков в частности. Это был исключительно умный, харизматично, интересный человек. Какие-то откровения были там. Сегодня решают от Бога, не от Бога они. Но! И вот они, видя, что язык у них не тот, решили вернуть национальный язык свой. Во всей нации. Это даже на бумаге нельзя этого изобразить. Как это всех заставить говорить на другом языке? Там бабушки, дедушки, школы, министерства. Они сделали, перевели всю нацию. Это во всем мире нигде не было и не будет никогда. Уникально? Да это не простое дело уникальное. Это не то, что научиться высоко прыгать или хорошо играть на скрипке. Всех перевести на иной язык. Дальше. А какая дисциплина? У мусульман дисциплина. Но у евреев-то дисциплина сравнить не с чем. Притом это во всем мире. Во всем мире. Нигде про евреев что плохо не было сказано. И они все за это бьются. Даже правда где говорится о них. Но это не одобрительно, как патриархия. Точно такое же они переняли от евреев-то. Мы должны признать, что это особый народ. Хотя ты не признаешь богоизбранство. И должен согласиться, что своими силами это нельзя сделать. Государство исчезло. Ну, было империя инков, хиты. Где они? Не могут найти даже где государство прежнее было, Египет. На каких местах стояли главные города. Не могут раскопки показать. Еврейский народ спустя две с лишним тысячи лет и они восстанавливают заново государство. И когда государства не было, работала контрразведка лучшая в мире. Ну, где-то в мире есть это. Даже это вообразить нельзя. Значит, чего-то они стоят. А евреи потому, они так прятались. Ну, взять процентное отношение героев Советского Союза на войне. Ну, допустим, тысячу и миллион. Значит, в тысячу раз должно быть меньше. И евреи по количеству на население больше всего героев было. И они зарабатывали. А линами дали не бухгалтерами были. Они на фронте воевали. Недавно один говорит. Да-то они всегда были трусливые. Трусливые? Почитай книгу Маховейская. Они в десять раз меньшим количеством всегда побеждали. Потому что с ними был Бог. Они отступали враге, а Бог с неба кидал камни и камнями побил больше, чем на сражении. Пусть какой-то народ покажет. А я ненавижу все еврейское. Я говорю, как тебя звать? Ну, как звать? Ну, Петр. Я говорю, откуда ты это имя взял? Ты весь пропитан. А отца как звать? Да Иван, он русский Иван. Да Иван, это еврейское имя. У тебя и дед, и все они еврейские имена носят. Зачем ты? Меняй имя свое сразу. Ну, как же я заменю-то. Ну, может, меня это. На фамилии. На фамилии так как Абраменко. Так Абраменко это Авраам. Ты вообще еврей, наверное. Понимаешь как? Нам повернуться никуда нельзя. Мы окружены, пропитаны всем, притом добрым, что получили от евреев. Они не такие, знаю. Но почему-то в моей жизни встречающиеся евреи практически все до одного помогали. Даже Фаня ушла и написала письмо. Вот у вас есть, всего стоит ваш зимний прикид, одежда, это то другое. Вы любого жида за пояс заткнете. Любого жида. Для Фани это, для еврейки, как бы и говорить это не стоит. Она это осознала и она сказала. Я говорю, а как вы могли позволить так ограбить весь русский народ с перестройкой? Ну и вы, хорошие себе позволили такое сделать. В ее словах есть резон. У нас не было плана, как получить больше водки на эти ваучеры и пропить скорее. Говорят, когда будет? Там 21 декабря кончина света. Кончина будет 22 на опохмелье, когда нечем опохмелять все будет. Вот и все. Читай. 32 стих, 11 главы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Продолжение той же мысли, которая была в 28, 29, 30 и 30 стихе. Все то же. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Это вовсе не означает, что Господь заранее в непослушание окунул, и вы поэтому стали непослушны. Вот за эту фразу только взять, и Библию можно забросить. А при чем тут я? Да. Он заключил меня всех до одного в непослушании. Извините, мы поехали, Василий Васильевич. А. Мы поехали. Поехали. Ну, с вами. Слава Христу. С Богом. Во сколько закажется? Полчаса? Да, осталось 10 минут. 10 минут, вы, может, подождете? Сейчас закончу, чтобы вы увидели. Один раз. Вы в гости наши. 10 минут. Сейчас. Толкование. То есть, обличил, объявил непослушными, чтобы спасти одних упорством других. Ибо прежде, когда непослушны были язычники, спас, как сказано, евреев. Опять, когда не послушались Христа иудеи, спасены язычники. Когда же спасены язычники, спасутся, соревнуя им и иудеи, и таким образом все будут помилованы. Заметьте, язычники не принимают, и этим зло-то делают не кому-то, а себе, а делают ненавистным евреям. А они тогда обращаются. Евреи ненавидят язычникам. Воюют против них. Они не послушали Богу ненавидто. Они открыли двери язычникам. Понимаете? Ты хочешь сделать, чтобы еврею было плохо, исполняй заповеди Божьи. Перевлеки Бога на свою сторону. Я вам знатаус говорю так. Враг голоден. Накорми его. Жаждет, напой. И делая так, ты соберешь ему горячие угли. Тебе охота, чтобы ему на голове угли были. Делай ему добро. Вначале двигайся хотя бы тем желанием причинить зло. Как бы. Как бы. И ты сделаешь тогда добрее свою душу. Через добро. Мы эгоистичны. Да, эгоистичны. Но через добро люби ближнего, как самого себя. Наш эгоизм, он не прикрытый. Я хочу получить царство небесное. Понимаете? В первую очередь себе. В первую очередь. А что польза весь мир я спасу, а душе повредишь? Какой выкуп дашь? Это только разговор. Это Моисей. Вычеркни из книги жизни, как Серафим Царовский. Пусть только я, чтобы других спас. Это разговор. Ты еще не испытал, что там. И поэтому, если ты кому хочешь сделать, ну все, у тебя сердце такое окаменелое. Я хочу им злой евреям сделать. Исполняй заповеди Божии. А заповедь заставляет тебя любить его в первую очередь. А почему и любить должен? Да потому что Библии не было. Они сохранили Слово Божие. У них преимущество перед всем миром. Мы Библию от них получили из Спасителя. Успокойся. А они нас ограбили. Да велико ли это дело? Ограбили-то. Когда мы получили Христа через евреев. Наши рты даже засмоленные быть против евреев. Чтобы ни слова не было. Почему? Они сумели сохранить Библию. Сумели. Все эти масореты. Они все-таки дождались Христа Мессию. И вообще, если так подумать, то мы-то ограбили Бога раньше иудеев. Своими послушаниями, своими грехами. Вот я вспоминаю миссионера Спиридона. Говорит, с одним он поехал, когда в Иерусалиме. И с ним рядом шел. С ним поехал в эту паломническую поездку. Еврей. Ну, говорит, у нас вера крепкая. Православный. Но такой веры я не видал. Для него вера двойная. Не прошлый спаситель, а наш к евреям. Еврей пришел. И он приехал когда? Первый раз приехал. Еврей этот. Он первого еврея видит. По-еврейски подходит. Здорово, брат. Тот шатается. Да ты знаешь же, наш спаситель-то обещанный миссия. Это Аврааму Исааку-то. Ну, так он же пришел. Он говорит, говорит. Весь я только пюм, ты плюнул на этот отошелся с этим языком. С кем говоришь-то? Назорянин-то? Его распяли-то. Пошел вон отсюда. Вот как же так? Он в следующем еврея бросается. К нам обещанный миссия-то пришел. Он как ребенок. Это не просто миссия. Нам обещанный. Как у меня священник, отец на ум. И он говорит, какой ты нация? Он посидит. Я той же нации, что и мой Господь. Понятно? Я не могу так сказать. Я не завидую ему, но звучит это что-то. Звучит? Да. 33 стих. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия. Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Еще пять минут и все уходит. Размышляя о домостроительстве Божьих от начала мира, о том, как Бог устрояет противоположное через противоположное, вот она, единственная борьба противоположностей, и посредством одних непокорных, показывает покорными других, пришел в изумление, удостоверяя тем, что тот с большой буквы, кто с большой буквы, так устрояет дела наши, непременно устроит и будущее спасения иудеев. Вот теперь рассудите. Вот, допустим, вот этот стол, это план будущего мира. Вот здесь вот Бог, доисторической вечности времени нет никакого. Ну, нету там миллиарды, миллиарды в степенях, оно бесконечно. И вот время. Бог начинает творить, да будет свет. Дальше проходит время, Бог сотворил шестой день Адама. И началась вот отсюда, вот историческая вечности. Минуты, часы, секунды уже закрутились. И у Бога расплановано это все. Дальше люди все уклоняются. Бог наводит потоп, потонули. Но восемь человек спасается. Вот сын, портифа. Это все в плане было Божьим. Еще ничего там нету. Ну, мы-то мыслим так. Это же такая книга написана. Да, книга такая у Бога написана, памятная книга. И будет время, будет избранный Абраам. И вот Иисус навин, Иисус навин после Моисея. Он говорит, я знаю, когда я умру, вы развратитесь. Наказ-то какой дает. Никак, Владимир Бонар. И вы уклонитесь к чужим божествам. И вас Бог накажет, в чужую страну пошлет. Вы будете там 430 лет рабами. Это в Египте они будут. Он им все подсказывает, и как это будет. Но они могут по-другому. Не выйти из этого. Это уже начертанный план. И люди, которые стараются против, вот сейчас. И потом евреи будут гонимы по всему миру. Патриот это думает, бей жену, спасай Россию. Ну и что? А теперь посмотри, там так и написано. Это было написано в Божьем плане. А ты выполняешь Божий план. Чуть-чуть. Это и есть домостроительство Божие. То, о чем сейчас говорил, выражается этими словами, двумя словами. Домостроительство Божие. Кто так устрояет дела наши непременно, обстроит и будущее спасения евдеев. Богатство называют благость, глубина которой только приводит в изумление. А величие, которое известно, ибо обогатить так язычников, есть дело богатства. Вместе с благостью изумляется и премудрости, посредством которой Бог управляет жизнью нашей и умудрил невежественных язычников, и ведение, посредством которого он знает, что полезно каждому. А путях же, не сказал, непостижимы, но неисследимы. То есть, не могут даже быть исследуемы. Пути его, то есть, способы домостроительства, не только не могут быть постигнуты, но даже исследованы. То есть, нельзя даже видеть следа их. Мысли ваши, мысли ваши, не ваши мысли, как говорит Господь. А тут вот полстранички, даже меньше. 34-35 стихи. Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Один толкование. Один Он, говорит, знает дела свои, а кроме Его никто другой. Будучи премудр, Он не от совета с другим заимствует премудрость, но Сам по Себе был и есть самодостаточен. Он же есть и источник всех благ, и что только дает, дает не как обязанный вознаграждать, подобно взявшему, что у другого, но по Своей благости. И спасение наше по благости тоже. И избрание нас, язычников, бывших язычниками, тоже благость. Ибо кто дал Ему наперед, то есть Богу, чтобы воздалось Ему, то есть, чтобы даруемое Богом благодеяние посчиталось отдачей тому, кто дал. И последний стих, тридцать шестой. Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава веки! Аминь. Он Сам есть источник всего, что значит «из Него». Он и поддержка всего, что значит «им». Все имеет начало от Него, и им сотворено, и все стоит и держится, опираясь на Него, как на основании и каком. У Павла в обычае заканчивать речь благодарением, когда говорит он о чем-нибудь важном. Так поступает он и теперь, так как он исполнился об изумлении благости, премудрости, ведению и способом домостроительства Божия, то есть, словословит, наконец, Бога, научая тем и нас благодарить Бога за великие блага и прославлять Его словами и жизнью. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было у Бога. Все через Него начало быть, что начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Аминь. Продолжение разговора. Я провел геседу там, десятину, а там Женя Никитина, Евгения Дмитриевна, она не платит. А ей нашел Женю Янчук, что какая-то энциклопедия, не Библия, ничего не важно, энциклопедия, которая говорит, что вдовице не платили. Ужас. Я говорю, как сказал. Да вдовице наоборот поставил пример, что она положила все пропитание свое. Ну, Христос сказал. Христос. Она домой приходит, у нее детей накормить нечем, внуков накормить нечем. Дальше. Когда считаем Малахи, написано проклятием, вы проклятый весь народ. Он говорит, за что, не платите десятину. Слово весь народ, весь народ ходит, вдовы или нет? Там половина страны были израильтяне, вдовицы, потому что убивали их на каждом сражении. Весь народ, весь священник, которые дают десятину. С десятину обязаны еще десятину отдать. Теперь на жертву. Все платят. Она не платит никогда. Тогда лгала, лгала, лгала и потеряете там в кассу 30 рублей. Она говорит, я буду 20. То есть она сама. Вот сейчас за квартиру я плачу за нее 40 рублей каждый месяц. Она прописана у меня. За два года надо, чтобы заплатила. Я не знаю, до этого она платила, заплатить нет. Я ей говорил, ты сколько не платила, скажи, мы соберем деньги, чтобы не было нарушения устава. А я в кружку ложу. 7,5 тысяч пенсия, 750 десятина. Я спросил, Лена снимает, она говорит, никогда таких денег там не было. То есть нагло обманывает, во лжи живет. Ну, 750 каждый месяц, это было бы заметно. А я в кружку ложу, батюшка говорит, это добровольное пожертвование. Это нет. Сегодня, вчера беседа была, сегодня опять. Да мы проводили беседу. Вот интересно как. Почему мне никто десятину не объяснял? Я только прочитал, буквально на следующий день. Я даже разговаривать не стал. Десятину? А почему десятину? Я решил 9 десятин платить каждый месяц. 50 лет прожил вот в этом состоянии. Люди даже не знают, что у меня не то, что ничего нет. У меня сверх, на 100 лет вперед долги взяты. И я живу, и каждый день суеты. Но долги такие, как говорится, умные. Если я умру, не расплачусь, никто не считает. Это вот в основном книги, больше я нигде не беру. И чем больше человек что-то выдумывает, у него ничего. Вот этот дом молится, это мой дом, частным людям. 11 лет шел суд, я этот дом выиграл. За то, что был осужден, у меня конфисковали. И ответчиком была городская администрация. Мэр города приехал, передали, опор были. У меня близкие друзья были, прокурор края. И теперь молятся у меня. Там были мы, на Никитину. У меня молились в деревне. То есть у меня, ну, этих мест, где молятся, 7 мест. Синагогу построил нам, а я 7 синагогу построил. Ничего нету, куда ни гляну, у меня все есть. Ну, все при избытке. И я уверен, когда для Бога ты все отдаешь, не веру и Бог дает. Поза глаза. Все, да? Все. Все, благодарим Богу. Сейчас мы поможем, со с нами поможем. Геннадий Чехович, на моей просьбе еще раз напоминаю вам, братья и сестры. Помогите. Работу Владимира, да. Владимир его зовут. Вы еще сказали, какой мир...